Всем здравствуйте! Московский дом моды Вячеслав Зайцев организовал в 1982 году. Здание на проспекте Мира стало островком передовых модных веяний и уникальных идей кутюрье. Он шил эстрадным артистам, придумал балахон для Аллы Пугачевой и внушительный цветок на плече для Эдиты Пьехи, одевал Раису Горбачеву и шил уникальные костюмы фигуристам, например, Наталье Бестемьяновой и Андрею Букину. Сегодня 83-летний Слава Зайцев, разбитый болезнью Паркинсона, живет в своем подмосковном доме. И хотя ему тяжело ходить, несколько раз в месяц навещает свое детище, которому тоже нынче приходится не сладко. Клиенты дома моды разбежались по другим местам. За аренду здания практически в центре Москвы набежали долги более 60 миллионов. Теплоснабжающие организации отрубили за неуплату горячую воду. И вся эта канитель длится уже несколько лет. Особо никуда не выхожу, берегусь, боюсь заразиться. Но раз в неделю, месяц стараюсь приехать в дом моды, смотрю, какие там дела. Проблемы еще не решили? Налоги, зарплаты, остались долги. Нужны деньги. А денег нет. В общем, боремся. Я передал руководящие функции сыну. Некому шить? Мастера тоже все ушли? Да, есть финансовые сложности. Надо за аренду платить, налог за землю. Каждый год копятся долги огромные, поведал Кутюрье корреспонденту. Похоже, Егор Зайцев не слишком умеет или не хочет управляться с отцовским наследством, поэтому проблемы дома моды растут, как снежный ком. А у тяжелобольного Слава Зайцева сил решать их попросту нет. Его бывших клиентов судьба дома моды вообще не волнует. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.